Я имею тему сегодня Схема метаболических путей Слово метаболизм все знают Метаболизм стоит из двух Противоположных по смыслу процессов Анаболизм это когда идут синтезы И катаболизм Катаболизм когда вещества Синтезированные в анаболизме Разрушаются В совокупности это называется метаболизм Это называется хоть поздно О вступлении есть вы догадываете Я цитирую тоже Это цитата из Евгения Онегина Где вступление сделано в шестой главе Так вот в схеме метаболизм Биохимия началась С катаболизма С разрушения Потому что удивительное дело Первое что ясно В превращениях Это разрушение пищевых веществ Меня крайне волнует Отчасти было видно Как это все выяснялось Человечество Как и все живое на земле Непрестанно занято едой Что-нибудь едят До, после, вместо А что за тайна С пищей Которая попадает Ну так сказать Съедается Совершенно было неизвестно Поэтому возникло Идиотское Словосочетание Звуксочетание Пищеварения Ну по аналогии А как оно там Внутри Совсем недавно Для истории человечества Недавно Это была полная тайна Съедает животное Кусок мяса А потом Этого мяса нету Оно сварилось Так, что нет его И вот я напоследок Один образ Оставлю Жил-был на свете На грани 18-го И 19-го веков Почти фактически Восемнадцатом В конце Итальянский аббат Очень крупный ученый Но он был одновременно В Сутане Фамилия Сполонцание И вот Вы пробуйте Художественно Представить себя Человека В одеянии Который пытается понять Что делается с пищей На утках Он избрал Замечательный объект Утки Если их хорошо Домашние утки Держать Они Чрезвычайно Прожорливые Едят много Быстро И он решил узнать Что делается У уток В желудке И вот вам Сцена Первых опытов В нашей науке Он заворачивал Разные Подлежащие Пищеварению Куски Мяса Хлеба И так далее В кисейные мешки Мешочки Привязывал их На веревки На длинных веревках И давал Голодным уткам Сглотать А потом Выдергивал Оттуда И делал это По возможности Быстро Если у кого Есть воображение Представьте Как орали утки Когда из них Выдергивали Мешки Мешочки И он был потрясен Она только что Проглотит Причем они кричат Утка Кричит Сопротивляется А там уже нет А там То что только Было положено Так быстро Так интенсивно Ну слово Переваривается Говорит Вот так Такое было Драматическое Начало После этого Прошло еще Много лет Почти полвека Когда стало ясно Что то что Заглатывают утки И человеки Впрочем тоже И переваривают Расщепляется До растворимого Состояния Это расщепление В желудке Делается Катализатором Который Как все понимают С тех пор Позже стали называть Ферментом Так был выделен Первый пищеварительный Фермент Пепсин Я не буду вам Это рассказывать Это все Спокойные Многочасовые Впрочем Замечательные Истории А то что я вам Успел сказать Это Пастер Начало Биохимии Луи Пастер Фактически Успел я вам Сказать Про немецкого Химика Либиха Который Первый Сделал Формальную Классификацию Из чего Стоит пища Из чего Стоят организмы И Довольно Примитивной Была коллекция Но без нее Нельзя было Начинать И Либих Полагал И справедливо На самом деле Что основные Компоненты Ну так сказать Говорили торжественно Портоплазм Ну живых существ Белки Жиры Углеводы И минеральные Вещества А так он был Немецкий автор То есть очень строгий Он Все отклонения Считал Дополнительными Аномалиями Наши биохимии Это сплошные Аномалии Вот в моей Краткой схеме Которую Я на прощание Вам оставляю Я и должен Нарисовать Катаболизм Основных Компонентов Пищи Значит Есть Белки Вот тут все Какие-то Древние Отложения Жиры Углеводы Ну и Как Либер Говорил Минеральные Вещества Ну всякие А плюс К этому Вся остальная Биохимия Ну нет Не могу Это не для меня Вот Вся остальная Биохимия Это достижение Как ни странно Второй Полины 19 века И 20 век Наши Знания Примитивны Были до этого Чрезвычайны Поэтому Вся ферментная Вся метаболическая Схема Это последнее Время И всех наук На земле Каких только нет Включая физику Ничего похожего По темпу Увеличения Знаний Биохимии Нет Она Полный Чемпион По интенсивности Знания И кстати По количеству Нобелевских премий Нет других наук Это я так Заключением Могу сказать Свою Рассказ Все теперь Мы знаем Это удивительно Мы знаем Все Если мне Кто-нибудь Сейчас скажет Какую принципиальную вещь Мы не знаем Я Буду очень рад Нет Принципиальных Вещей Мы не знаем Мы знаем Что белки Сделаны Из аминокислот И знаем Как Это Вот такие Молекулы Вы все знаете Я вам это Не сообщаю Заново Но сколько Стоило сил Чтобы сделать Такую простую Схему Вот есть Карбоксил Есть Аминогруппа Карбоксил Значит Кислота И 20 вариантов Радикал И мы знаем Что Эти 20 вариантов Радикала Я рисую Сейчас Не пространственно Вы это Знаете Довольно Лучше Как оно На самом деле Где Замечательный Есть Атом Углерода Он Называется Альфа Углерод Которому Приселены Аминогруппы Карбоксил И Радикал 20 вариантов И Крупнейшее Открытие 19 века Что Если Отнять Воду Сейчас Я Снова Снова Отнимаю Вот Она То Образуется Поразительная Простая И Ценная Пептидная Связь Соединяющая Все аминокислоты В цепочке В пептидные Цепи Итак Про белки Мы все знаем Это 20 вариантов Радикалов В цепи Но только Не в таком виде Как я плоско Нарисовал А совсем Если делать Все углы Тетароэдерические Углы В районе 110 градусов У вас Получится Изогнутая Цепь Это Отдельная Наука Которая Вам Будет Преподана Где Белки Могут Сворачиваться В клубки Делать Длинные Нити Среди Аминокислот Есть Аминокислоты Цистерин Именно Содержащие САЖ Группы И Соседние САЖ Группы Могут Образовывать Дисульфидные Связи И тогда Отдельные Цепи Могут Соединяться В замечательной Конструкции И каждый Поглядев Ну Друг на друга Увидит Нити Соединенные Сульфгидрильными Связями Это белки Которые Называются Кератины Волосы К ним Относятся Вся Эта Поэма Вся Поэма Это Прочитана Написана Награждена Но я Сейчас Говорю И это У вас Будет Я Вам Должен Сказать Судьбу Белка В организме Вот Когда Утки Заглатывают С воплями И криками Они Первые С колоссальной Скоростью Расщепляют Пептидные Связи А расщепление Это значит Опять Приседение Воды Гидроксил Сюда Водород Сюда Освобождаются Аминогруппы Свободные И Крабоксильные Группы Раз Вода Значит Называется Процесс Гидролизом Раз Это Гидролиз Пептидных Связей То есть Белков То это Протеолиз И Протеолитические Ферменты Все Известны Нам В деталях И это Отдельная Поэма И ее Рассказывать Может Большим Водушевлением Но мне Абсолютно Некогда Значит Для того Чтобы Расщепить Все белки Надо иметь Коллекцию Протеаз Ферментов Расщепляющих Пептидные Связи Коллекции Потому что Они зависят Эти Протеазы Да Стебля Зависит От Радикала Нужно Узнать Радикал Чтобы Должной Скоростью Ощепить Чувствую Свободную Потому что Я уже Привык И поэтому Я закаленный Таким образом Катаболизм Белков Совсем Я Сплошь Буду Лаконичнее Насколько Мне Только Удастся Это Протеолиз И тут Одна Глубочайшая Задача Нобелевской Примии Если у вас Есть система Из Сложных Молекул И есть Ферменты Которые Ущепляют Эту Цепь То Важная Задача Почему Они Не Ущепляют Как Это Мы Живем Имея В Организмах В клетках Протеазы Надо Чтобы Они Их Не Ели Иначе А если Только Нарушить Это Будет Спонтанный Протеолиз И от Организма Ну К счастью Это Не бывает А то Мне Нечего Было Вам Некому Не Рассказывать Не Слушать Протеолизм Должны быть Неактивными До До Какого Момента И Вообще Это Ужасно Белок Это Сложнейшая Конструкция А тут Фермент Который Тупо Разрушают Связи Крупнейшее Достижение Этого Недавнего Времени Сигналы Осуждающие Молекулу На Ущепление Нужно Пометить Молекулу Чтобы она Была Обречена На Гидролиз Вот Это Нобелевская Премия За Замечательную Регуляцию Портеолиза В клетках Белки Расщепляются Не только Вне клетки От пищеварения Наружное А внутриклеточное И там Ими Командует Система Регуляции Ну Так сказать Система Назначения Смерки Называется Система Убикветин Это отдельная Лекция Которую вам Может быть Кто-нибудь После меня Прочтет По тонкости Это одна Из самых Замечательных Задач Итак Есть Убикветины Которые делают Вот что Они метят Белок Подлежащий Смерки Подлежащий Гидролизу Пометив Начинается Сложнейшее Приготовление И это все Есть Все есть В учебниках Вообще Лекции Не должны Были бы Кроме Кроме Эмоциональных Выкриков Что вот Это бы Надо Прочесть Но Когда Получается Прото Лиз Происходит Когда Вместо Огромных Белков Раствор Аминокислот Это только Часть Дела Сами Аминокислоты Могут быть Использованы Если Нужно Для построения Других Белков Где Их Шивают По-своему Так Когда Это Нужно Но Мы Съедаем Мы Вообще Животные Особенно Животные Огромное Количество Белков Которые Не Не Для Построения А Для Того Чтобы Получить Энергию Сжечь Для Этого Есть Помеха Мешает Использованию Аминокислот В качестве Пищи В качестве Источника Энергии Окисления Аминогруппы Крупнейшее Достижение Биохимии Судьба Аминозота Аминогруппы Нужно Оторвать Азот Сделать Скелет Углеродный Или какой-то Тот Который Остается Без азота А куда-то Деть азота Судьба Азота Это Отдельная Глава Азота Аминокислотного Отдельная Глава Биохимии Нобелевские Премии Две Куда И как Девается Азот У разных Организмов Я бы так сказал Более аккуратно У разных Животных Судьба Азота Может быть Разной Избыточного Азота А он Очень опасен Если у вас Вы Вот Оторвали Аминогруппу Она же Становится Аммиаком Аммиак Это что такое Это Плюс Протон И тогда Будет Н Р4 С плюсом Всякий Кому Удавалось Нюхнуть Нашатырный Спирт Догадывается Что это Сильность Довольно Вещество Нашатырный Спирт Это Слабый Водный Раствор Аммиака Поэтому Не годится Для тех Организмов У которых Атаминокислоты Отщепляется Аминогруппой Их надо куда-то Деть Те Которые Которым Хорошо Которые Маленькие И живут В океанах Можно просто Аммиак Отфильтровать И чтобы он Вышел И растворился В океане Так поступают Многие Маленькие Мелкие Морские Организмы А для большинства Это не годится Поэтому Мало Получить Аминокислоты Оторвать От них Аминогруппы Надо куда-то Деть Освободившийся Аминоазот Два способа Самый Самый Замечательный Делать Из аминогрупп Мочевину И мочевина Токсилы Замещены На аминогруппу Вот она Мочевина Чем она Замечательна Это Волшебное Вещество В котором Структура Очень похожа На структуру Воды Поэтому Мочевина Растворяется Колоссально Не накапливается И не Ядовито Это Колоссальное Эволюционное Достижение Значит Задача Метаболизма На самом деле Ката Потом Метаболизма Научиться Делать Мочевину Замена Групп Нобелевская Премия Все тому же Крепсу О котором Вы немножко Слышали Ну Отчесть Запоздала Нобелевская Премия Получила Цикл Крепса А это Достижение Предшествующее Синтез Мочевины Целая Глава Биохимии Ну У меня Это была бы Двухчасовая Лекция Ну И Наверное Те Кто вам Будут читать Тоже Потратят На это Заметное Время Итак Цепь Событий Белок Протеолиз Отщепление Аминогрупп И синтез Мочевины Чем она Так волшебна Чего я так Ее хвалю Раствор Мочевины Довольно Высокой Концентрации Не опасный Они Там Нейтрализовано Качество Аммиака И Можно Вынести Раствор Молярный То есть Моль в литр Мочевины Без повреждения Но Не больше А если больше Будут Протекать Мембраны Ну То Физиологическую Сторон Я дальше Не трогаю Вот Этапы Теперь Какая Биохимия Протеолиз Понятно Убекветина Назначили И у вас Появляется Избыток Аминокислот У вас В смысле У живого Организма Ну Ну Какая Нибудь Кислота Аминокислота Вот Например Вот Такая Альфа Аминопритроновая Кислота Или Аланин Как пример Мне мешает Эта Аминогруппа Я ее Должен Оторвать Это Дезаминазы Дезаминазы Оторвающие Аминогруппу И тогда С окислением Окислительным Здесь Будет Прекрасная Привычная Первонаградная Кислота Значит Можно Дезаминировать Изготавливая Кетокислоту А кетокислота Первонаградная Кислота Я ее могу запустить Дальше Этот путь Но если не помните То Можете вспомнить Как и гликолис Дальше Судьба Цикла Крепса И ей Это прекрасно Лишь бы Убрать Азот Научили Сделать Мочевину Только Высшие Ну Хорошо Прошедшие Эволюцию Животные Для того Чтобы Избыток Аминогрупп Превращать Мочевину Надо иметь Много воды Но те Которые живут В воде Им хорошо Те у кого Воды много Тоже им Неплохо Но если Это Замкнутый Организм Со Школой Кожей Оболочкой То Это Серьезное Дело По Свидетельству Очевидцев Из Морского Существования На сушу Вылезли Рептилии И птицы Это Несчастные Животные Потому что Когда они Выпалли на сушу Там воды То нету И Надо ее Искать Поэтому для них Мочевины Как конечный Продукт Метаболизма Не годится И поэтому Животные Которые Вышли На сушу Некоторые Нет Или Или водопой Там много Пить надо Но в пустыне Попробуйте Найти водопой И не только Поэтому Птицы Рептилии И птицы Ближайшие Родственники Когда летают Эти грачи Или даже Поют Зяблики Это ведь На самом деле Ящерицы Им совсем Немножко Нужно А что Нужно Кстати Вбок Что нужно Чтобы сделать Из ящерицы Зяблика Или Ворона Замечательный Мутант Должно быть Должно Учиться Делать Перья Биохимия Пера И Все Дальше Пойдет Само Итак Те Кому Воды Не хватает Накапливают Азот В виде Пуринов Которые Вам уже Тоже Известно Смотрите Сколько Здесь Азота Четыре Вот Такие Вот Ну Мне не жалко Дальше Делать Я могу делать Метиль Скелет Пуриновый Скелет Это Нерастворимое Или плохо Растворимое В воде Соединение Азота Поэтому Рептилии Птицы Изготавливая В качестве Конечного Продукта Такие Молекулы Их просто Выбрасывают В виде Кристаллов И Называются Таким Пурин Мочевой Кислотой Поэтому Животные Делятся Вот Те Сухопутные Животные На Де Группы Те Которые Водопойные Которые Могут Делать Мочевинный Раствор Раствор Мочевины Мочу И Те Кто Должны Оставлять На Балконах Белые Следы Белые Следы Это Чистые Кристаллы Мочевой Кислоты Это Кто Вам Не сразу Придется Привыкнуть К Биохимическим Удовольствиям Вот Она Кристаллы Мочевой Кислоты Ну Это Я так Конечно Очень Упрощаю Но В основном Да В основном Да Синтез Мочевой Кислоты Еще Одна Глава Биохимии Как И Синтез Мочевины Для Того Чтобы Сделать Мочевину Нужно Иметь Аминокислоту Аминокислоту Аргинин Сейчас Так Не Не Ошибиться Вы Должны Аминокислоты Знать Я Напоминаю Потому Что В аминокислоте Аргинин Вот Она Мочевина На Конце Если Я ее Отощиплю Здесь Станется Хвостик И Крепс Придумал Путь Аргинин Несколько Примежлочных Веществ И Выход Мочевины В гидролиз Цикл Мочевины Первый Цикл Крепса Еще Два Часа Лекции Непрочитанных А Вот Синтез Пуринов Где-то Почти Аминокислоты Почти Нуклеинов Основания Там Такие Там Все Заготовлено Все Основные Этапы Итак Первый Этап Придумал А потом Отщипление Свободное Что Были Свободные Аминокислоты Их Можно Или Отщиплять Как Я Нарисовал В Кетогруппу А Можно Куда Нибудь Переносить Целиком И Это Одно Из Замечательных Открытий В биохимии Перенос Аминогруппы Он был Открыт В Советском Союзе Академиком Бронштейном Но это Я Парезию Оставляю На потом Так Что Я Алланин Где-то Нарисовал Все Аминогруппы Переносится На Кетокислоты Значит Это Это Будет Одна Аминокислота Первая Молекула Это Будет Вторая И Если У вас По соседству Есть Кетокислота И Аминокислота Они Очень Легко Взаимно Превращаются Аминогруппы Сюда Акета Сюда Так что Можно сделать Разные Аминокислоты В смеси С кетокислотами Этот процесс Замечательен тем Что он идет Без освобождения Промерудочных Продуктов Его философский Смысл Перенос Групп Без выхода Промерудочных Продуктов В среду Поэтому Он называется Транс Перенос Аминирование Перенос Аминогрупп Трансаминазы Освобождающие В реакции С кетокислотами Скелеты Были открыты У нас И Самым важным Что было Открыт Кофермент Занят Таким Переносом Это Волшебное Вещество Имеет На конце Или альдегидную Группу Или Он же Поскольку Кето Кислоты Или Амин И вот Это Кофермент Трансаминаз Называется Да У него есть еще Фосфатная Группа Детально Я специально Рисую Небрежно Потому что Вам это Придется знать А мне Важна только Идею Сказать Кофермент Фосфоперидоксаль Фосфатная Группа Сбоку Для Обозначения Альдегидная Группа Аль Фосфоперидоксаль Он же Фосфоперидоксаль Вообще Перидоксаль Оказался Витамином Б6 Его давно Знали О его Функции Вот Ну При моей жизни Времена Моей дипломной Работы Итак Полная коллекция И судьба Белков Съедены Белки Придолиз Превратил их В смесь Аминокислот Атровы Аминогруппы Кто что делает Кто мочевину Кто мочевую Кислоту И фосфоперидоксаль Каталис Переносит Куда нужно Остается От всех Аминокислот Если Посмотрите Если придется Может не придется Судьбу Каждой Аминокислоты Углеродный Скелет А дальше Судьба легкая Углеродный Скелет Может быть Полностью Окислен В цикле Крепс И попутных До СО2 И воды Поэтому Питаться Белком Можно Если Есть Способ Избавления От Аминоазота И Приходится Питаться Некоторым Не только Потому что Это хищники Которые Любят мясо Или бобовое Растение А потому что Избыток белков Куда Их надо Съедать Хотя Для энергии Для сжигания Лучше бы Остановиться На Безаминных Безазотных Молекул Вторым Компонентом С чего я Начинал Уже Являются Липиды Жир Нейтральный Жир То есть Самый Обычный Жир Это Замечательные Молекулы Замечательной Универсальностью И простотой Они Сделаны Ну Так В самом Вульгарном Виде Из Молекулы Глицерина Нет В эту Нарисую В эту Сторон Эта Молекула Замечательна Тем Что Есть Три Гидроксила Ну Ну и еще Что-нибудь Например Фосфат Это Сейчас Не важно Есть Две Группы В глицерине Которые Могут Образовывать С Жирными Кислотами Эфиры Вот они Вот они И Жирная Кислота С длинной Цепи Это просто Кусок Углеводородной Цепи Ну Например 17 раз Или 16 раз А тут CH3 Основная Пища Основной Источник Энергии Это Жирные Кислоты С длинной Цепью Это их Официальное Название Цепь В которой Длина 16 18 20 Это Длинный Это Просто куски Нефти На самом Дели Поэтому А Нейтральный Жир Это Три Глицерин Если Все Три Три Глицерин Это Самые Простые Питательные Плотные И так далее Всякие слова Пищевые Жиры Они Отличаются Качеством Хвостов Жирных Кислот Длинной Цепью Качество Это Объясняется Степенью Окисленности Этих Хвостов Если Эти Хвосты Ненасыщенные То есть Есть Двойные Связи Вы Получаете Масла Маслами Это Такое Ударение Специально Ставлю Называются Нейтральные Жиры С Ненасыщенными Жирными Кислотами Всякие Оливковые Подсолнечные Прочие 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 Масла Они Ненасыщенные Есть Отдельные Биохимии Ненасыщенные Жирных Кислот Но Я О Говорить Не Могу Поэтому Речь Идет О Катаболизме Жиров Так Что Сначала Надо Гидролизом Вот Я Стрелку Разорвать Эфирную Связь Глицерина И Жирные Кислоты С длинной Цепью Опять Гидролиз Это Гидролаза Но Так Это Жир То Липаза Липаза Расщепляющая Эти Липазы Эти Ферменты Могут Быть Очень Специфичны И Расщеплять Расщеплять Узнавая Хвост Годится ли Этот хвост А могут быть Неспецифичны Когда Не все равно Лишь бы Только Отщепить И вот Возникла Проблема Она возникла На грани 19-20 веков Судьба Жирной Кислоты С длинной Цепью Если там 18 Совокупности Вот эти Цепочка СР2 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 Раз И вы Получили Такую Жирную Кислоту Это Нелегкое Дело Потому что Это Жирный Хвост В воде Такие Молекулы С себя Чувствуют Очень Плохо Их Жирный Длинный Хвост Выталкивает Его Из воды И Они Стоят Значит Вот Это Карбоксил Гидрофильный Заряженный А здесь Вот эта Вот цепочка Они Образуют Пленку Мембрану На самом деле Или это Мыло Мыло Мицелла В котором Вот здесь Вот Торчат Жирные Цепи Образуя Слой А сюда В воду Обращены Карбоксилы Это ужасно Они легко Слипаются Слипаются Все больше И больше И для того Чтобы было пищеварение Надо из них Сделать Их надо Эмульгировать Понятное слово Эмульсию Надо делать Много Мелкие И чем мельче Мельче Потому что Если они Не эмульгированы То поверхность Мала И ферменты Работать не может Эмульгирование У очень многих Питающихся Жирами Организмов Желчные кислоты Одна из функций Печени Делать Вещества Эмульгирующие Это замечательные Молекулы Желчные кислоты Замечательны тем Что у них есть Двойная функция Они Гидрофильно Гидрофобные Они могут Окружить Такую вот Молекулу И Сделать ее Мелкой Сделать Из сливочного масла Молоко Молоко Это волшебное Изобретение В котором Эмульгирование Доведено До Оптимус Лучше Не нужно Правда Можно из молока Сделать масло Кстати Механически Сбивая Или как-нибудь Еще Но это Биохимия Биохимия Нарушения Мембран И вот Осталась Одна проблема Которую Я вам Обязан Назвать Судьба Жирных кислот С длинной цепью Судьба Не так Жалко Что я вам Не могу Сказать Подробно Немножко Расскажу Никто Кроме Меня Вам никто Не будет Рассказывать Как это Было Потому что Все остальные Настолько Моложе Что они Думают Что это Было Уже Известно Я один Из всех Моих Окружающих Кто знает Что это Не было Известно Что это Стало Известно И стало Известно В конце 19 века Был человек Который Делал Поразительную Умственную Вещь Вот у вас Есть Фамилия Этого Человека Все равно Назову Он Немец Кноуп Он Брал Молекулу С длинной Длинной Цепью Вот она Цепь Значит Углеродная CH2 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 А здесь Глава Карбоксил И химически Приделывал сюда К хвосту Вещество Которое Можно было Потом узнать Как бы Не расщеплялось Ну Например Фенильную Группу Вот От Молекулы Бензола Она называется Фенильной Он Делал Производный Фенильный Производный Жирный Кислот Длинной Длинной Цепью И Кормил Собак И те Которые Любят Кибернетические А вообще Перестал Быть Модой Язык Слово Кибернетика Тоже Забыть Почти Это Задача Черный Ящик Вы Что-то Вводите Туда А Должны Узнать Что там Делается Внутри Сначала Каждача Не Постижим Вот Первое Проникновение Вы Пометили Молекулу На хвосте Вот И Теперь Накормили Собаку И Теперь Надо Узнать Где Это Будет Метка Уже Вещества Будут Другими Кноп Кормил Собак И Смотрел В Моче Собак Где Есть Метки Видел Поразительный Простой Вывод Что Сделал Вывод Несколько Лет Жизни И Вывод Что Да Жирные Кислоты Замечательным Образом Подвергаются Превращению Они Делятся На Двойки Вот Несколько лет Жизни И Вы Узнаете Что Есть Расщепление Длинной Цепи На Двойки На Пару И Тогда Это Было Очень Очень Давно И Он Дожил До Того Когда Это Все Стало Изотопно Это Без Изотопный Метка Увидел Вот Что Он Увидел Что Если Чертный Я Специально Сел Четыре То У вас Будут Образовываться Остатки Ацетила Уксная Кислота Ну Ее Радикалы А Если Нечетная То Тройки Уже Не Делятся Тогда Это Парпионовая Кноп Сообщил Человечеству Что Жирные Кислоты Окисляются Бета Образом Значит Если Вот этот Вот Альфа Ближайший Карбоксилу Это Бета Потом Идет Цепь То Всякий Раз Отщепляя Двойку У вас Бета Становится Концевым Прошло 50 лет И Бета Окисление Жирных Кислот Уже Так Никто Не знал Что А Вот Хорошо Жить Долго Он Дожил До Этого И Про него Почти Забыли А В То Оказывается Ему Сообщили Что В Сам Деле Бета Окисление Жирных Кислот Потому Что Здесь И Рассказанный Мною Вам Коэнзим А Ацетил Коэнзим А Вот Он И Окисление Жирных Кислот С Длинной Цепью Происходит Замечательным Образом Я вам Схему Только Рисую Никакого Больше У Меня Никакой Возможности Больше Нет Вот Сколько Сколько То Есть Вы Отщепили Один Ацетил Квензим А Потом Второй И так Далее Пока Не дойдете До Конца Но Если Жирные Кислоты Устроены Так Что У них Хвост В конце Казов Нечетный То Будет Мало Удобная Пропионовая Кислота И Чтобы С ней Справиться Чтобы Окисление Жирных Кислот Не Приводилось К Неприятным Последствиям Пропионовой Кислоты Нужна Целая Замечательная Система Полного Окисления Жирных Кислот И Для Этого Понадобилось Одно Из самых Замечательных И сложных Веществ В Биохимии Витамин В12 Витамин В12 Нужен Для Того Чтобы Можно Было Превращать С3 Трехуглеродный В С2 Такая Задача Чем Замечательный Витамин В12 Это Витамин В центре Которого Находится Атом Кобальта И Нужно Был догадаться Найти В таблице Менделеева Кобальт И только Для этого Больше Мы Вроде Ничего Не Знаем Чтобы Избавиться От Опасности Трехуглеродного Концевого Остатка Ну Это Вульгарно Мое Изложение На самом Деле Потом Найдено Будет Много Чего Но Вначале Это Было Поразительно Итак Жирные Кислоты С длинной Цепью Расщепляясь Дают поток Ацетилкоензимов А А дальше Когда В биохимии Еще раз Вы Забновите В голове Вы поймете Что это значит Цикл Крэпс Крэпс Все Туда Течет А если Останется Хвост Трехуглеродный Ищите Б12 Б12 Надо Немного Миллионные Доли Грамма Нужен в день А если Нету Очень Будет Плохо Есть Тайны Тайны Вообще Сплошная Тайна Прекрасная Вечь На самом Деле Это Загадка Которую Надо Разреш Понять Почему Б12 Мы сами Делать Не можем А вот Витамин Никто Не может Делать Кроме Некоторых Бактерий И мы Полностью Зависим От того Причем От таких Бактерий Сточных Вот Какая Нибудь Ужасная Совершенно Жижа Вот Там Надо Или Те Кто Умеет Накапливать Съеденную Эту Чужую Б12 Массу Но Есть Организмы Которые Накапливают В печени И тогда В качестве Лекарства Несчастные Люди Больные Если Должны Есть Сырую Печень По возможности Удовольствия Нет Для Гурманов Ну Вот Я Сейчас Пожалуй Нет Выполняю Свою Задачу А Моя Задача Те Кто Не Слышали Я Сегодня Завершаю Общую Схему Значит С белками Белки У меня Были Жиры С углеводами Уже Было И В итоге Все Рассказанное Имеет Катаболизм Такую Схему Схема Воронки Белки Аминокислоты Белки Схема Схема А углероды нас не интересуют, легкомыслимые люди, не люди, а животные, а звери. Мы убрали ВИЦО2 и выдыхиваем. Смысл дыхания. Выдохнули. А эти коферменты дегидрогеназ наливают атомы водорода, то есть разделяют их на электроны и протоны, и они идут по дыхательной цепи, по цитохромной цепи, о которой какие-то слова были сказаны. А здесь их ждет, если ждет кислород, и дело кончается вульгарно – водой. Замыкает цикл. Сделали воду, но мы потратили 20-й век для того, чтобы знать, по тому, что здесь образуются макроэргические фосфаты. Мы все это делали для того, чтобы синтезировать АТФ, полностью превращая соединение углерода в СО2 и в воду. Вот так постепенно обезличилось все. Это вот биохимия обезличенная. Здесь все равно кто. А слово «кто» – это о живом. Любое существо, все они одинаковы, все мы одинаковы. Такая картина. И осталась только еще одна часть. Это был катаболизм, анаболизм. Надо делать все это. А это самое объемное, самое тонкое и увлекательное часть биохимии – синтезы. Первый из них – синтез самый исходный. Фотосинтез. Когда вообще ничего нет. У вас есть СО2, есть вода. Сделайте все остальное, пожалуйста. Отчасти эта схема вам уже понятна. Для физфака, может быть, необходимо и достаточно. Имея в качестве обратной исходной СО2, имея воду, вы должны подняться по запасам свободной энергии и сделать все остальное. Оказалось, это чрезвычайно должно быть разнообразие. Нет разнообразия. Все остальное – это все то же самое. Надо иметь запас макрологических фосфатов. Ну, символически, даже совсем точно. Однозинтой фосфорной кислоты. Только я в эту сторону, стрелку. Это сюда, это туда. Насинтезировали. И больше препятствий нет. Как только концентрации фосфата достаточно, все остальное делал техники, вы можете делать все и накопить все основные компоненты живых существ. Но когда вам надо не за счет света, это когда свет, вот кланты света сюда падают, деградируют. И за счет их деградации сопряженно свободной энергии вот она сохраняется. И никакой специфики жизни пока в этой схеме нет. Это на самом деле было печально. Знаете, чем печально? Для специализации. Вы думали заниматься биохимией крокодилов? Биохимией микробов? Биохимия шпината? Она оказывается одинакова. И вместо того, что делалось столько института, сколько задач, одного хватает. Общей биохимии. Все там есть в готовом виде. Вот она вся жизнь. Поэтому на, казалось бы, тривиальный вопрос такой затасканный, что и жизнь, вот она. Синтез, распад и волшебное слово сопряжение. Сопряженно. И, собственно, все дело, с чего я начинал. Сопряжение. Сопряжение, превращение свободной энергии вверх и вниз. Только бы не дать по дороге рассеяться в тепло, чтобы деградация не превратила бы. А впрочем, а хорошо ли, чтобы не было тепла? Можете пройти с удовольствием, да? Вы здесь сидите и дрожите от холода. И это будет ужасно. Поэтому, как только возникла теплокровность, а зачем она возникла, это так интересно, совсем не обязательно. Совсем не обязательно было быть теплокровными. Ну, было бы неприятно, да? Все ледяные. Здорово, аспоративно. Берете руку и совершенно... Ну, плавник. Кому-то там руки никаких, никаких рук нет. Это мне вбок. Я сейчас, я совсем никуда не уходил еще вбок и не уйду. Мне уже некогда. Меня поразила беломорская зима. Когда? Давно-давно. Поразила, потому что живущие в белом... Ну, вообще в морях краяные обитатели, ну, как-нибудь Тайска или Навара лучше. Они живут при температуре зимней морской воды, но, значит, переохлажденной, минус полтора градуса. Им еще жарко. Им вот еще немножко, и тогда им хорошо, и тогда они начинают неориститься. Навара начинает неориститься, то есть откладывать икру. Когда? Холоднее, чем полтора градуса. Это все значит, что вся биохимия вполне возможна холоду. Оставьте себе задачу. А зачем мы теплокровные? А зачем мы тратим на отопление, на нефть, на газ, на политику столько сил? Не лучше ли нам... А кто сказал, что на других планетах, в других мирах эта задача не решена замечательным образом? Это я так вбок. Это все поэзия вбок. А без всякой поэзии нам часть энергии нужно превращать в тепло, нам особенно, теплокровно. Делается это вульгарно. Мне даже жалко. Надо просто нарушить процесс, ввести разобщители, сопряжение, уничтожить и сделать разобщение. Это отдельные лекции, отдельные две или три лекции. Теплопродукция для того, что... От чего зависит? Зачем теплопродукции? Нормальный ответ физика для скорости реакции. Уравнение Аренюсов вам понятно, да? Скорость реакции. И вот для этого. Да броньоид. У наваги, у трески скорость реакции прекрасна. Оставляем это. Придумайте, зачем нужна теплокровность сами без меня. А потом посмотрите, что по этому поводу известно. Там очень непросто все. Вот то, что я должен был в остатке мной сейчас неразрешимой времени рассказать вам в деталях с коферментами. Путь вот этот вот. А путь вот этот, когда сопряженно с накоплением энергии идет синтез, в самом простом виде называется фотосинтез, если это поглощение света. Но жил у нас в стране великий человек Сергей Николаевич Виноградский, который установил, что можно не только за счет света все делать, а за счет химических реакций, которые идут. Ну, например, когда железо двувалентное, превращается в трехвалентное. И многие другие сопряженные процессы химические могут быть в древней планете источником синтеза. Поэтому хемосинтез это поэма еще одной части лекций. Ну вот, вам придется самостоятельно отделать вряд ли они эти хемосинтезы. Хотя общая культура требует, что вы знали, какие удивительные вещи можно делать сопряженно с химическими процессами. Даже с экзотикой. Совершенно несъедобные отвратительные химические реакции и тогда можно. Но классика это фотосинтез за счет света. И чем замечательный фотосинтез? Все то же самое, только сопряженно с энергией. лекции по фотосинтезу вам пройдет без меня. Я вам все рассказал. Я на самом деле рассказал весь курс катаболической биохимии. Не потому что я его действительно рассказал, а потому что я его назвал. Для общего взгляда на предмет, для схемы, для философии это для профессионала надо знать детально. В чем стоит детальность? Детальность одним словом регуляция включения и выключения. Ну так включение и выключение протиолиза белка. Дай им волю, все расщепит. Ферменты должны быть уняты. Должны быть знать когда можно, когда нельзя. Это относится к синтезам. Синтезы только тогда, когда нужно. это замечательная биохимия регуляции. Ее воплощением является биохимия гормональной регуляции. если бы не тончайшая биохимия молекул гормональных, жизнь была бы невозможна. Ну такая настоящая жизнь. Не так, чтобы сделала одно вещество и все на этом кончилось. поэтому истинный курс биохимии это тонкая регуляция всех процессов. А как это делать? И тут мы примерно знаем, как нам надо белок, который может что-то делать и не делает. Заставить его делать. Я вам отчасти в прошлый раз рассказывал на примере циклической аденозин монофосфорной кислоты. Кто помнит такие слова? Циклической АМОВ один из примеров. Один из. Опять у меня такое гордое ощущение, что мы уже в 21 веке в основном все знаем. Очень хорошо потом в этом разоблачать себя. Но пока тайны нет. В принципе знаем, схему можем нарисовать, но и несчастным студентам выучить очередную схему, как что делается. Но задача у нас с вами была и есть у нас в смысле специальность биофизика это выяснение причин исследований механизмов. Полно всяких тонкостей. Я вам напоследок один пример расскажу. У меня немножко есть. Таким регулятором таинственным и непонятным, регулятором включающим и выключающим процессы, является йод. И никто не может мне объяснить и Фазли тоже, к которым я всегда обращаюсь, когда совсем ничего не понимаю. Как это Бог выдумал йод в качестве регулятора? Во-первых, почему он выдумал? Нельзя что-нибудь еще? Можно. Есть варианты. В таблице Менделеева йод появился очень поздно. в 20-е годы 19-го века. Семь недавно. Не знали, что он есть. Знали, что водоросли полезны, что-то в них есть. Не знали. и когда французы выделили йод из лиманов, где гниют водоросли, это было волшебное вещество. Вы кристаллы йода все видели, наверное. Красивые, лиловые, хорошо отграненные кристаллы взлетают из раствора при нагревании. Но вот есть места высокогорные, где йода мало, и жить там невозможно, или очень тяжело. Открыто это было в Альпах, где в альпийских высокогорных поселках, где уже куда врачи могли, вымирало фактически население, оно не развивалось. Дети там были неполноценные, взрослые те, кто выживали, отличались медлительностью, низкой очень интеллектуальной активностью, или даже неработоспособностью. Французские врачи, пытаясь понять, чего им там не хватает, а уже была идея, чего-то не хватает. Но медицина это накопление фактов. Один из этих врачей понял, что полезно в высокогорном этим, где дети недоразвиты, где взрослые очень, у них есть замечательные свойства, у них резко увеличена щитовидная железа, и она образует зоб, на шее вырастает разросшееся образование. Оно в Европе, вот в тех приальпийских местах, было так распространено зоб, что даже считалось признаком красоты. И дамы без утолщения на шее казалось, не вполне, не хватает. Рубенс в его картинах дал замечательный пример красавиц тех лет. И сейчас медицинский взгляд выговорит недолеченные красавицы. связь с пищевой недостаточностью этих странных болезней связана с именем забытого почти всеми французского врача Кретена. Он написал болезнь, которую люди употребляют в суе с названием кретинизм. Дети недокормленные, он потом понял, что йодом. Йодом вот со всеми признаками, которыми мы теперь ругаемся и говорим о кретинах. Это несчастные дети. Но вы их переводите на повышенную концентрацию соли, реодированной соли, и получаете нормальных детей. И это конец XIX века. Только-только так началась замечательная биохимия регуляции и механизмов гормональной регуляции. Но одно из государственных, это и у нас всюду, вы видите, в хороших магазинах есть эодированная соль. Стоило только увеличить концентрацию йода в пище, ну, посредством соли государственной. Как болезни эти исчезли, зоб у красавицы редчайшее явление. С другой стороны, при избытке функции щитовидной релизы страшно неприятная картина. Сильно похудевшие люди, тощие, и странный признак, я так и до сих пор вот уже и уже не надеюсь узнать, пучеглазые, вот вытращенные глаза с очень глазными яблоками. Называется это базедовая болезнь. Зуб, вытращенные глаза и чрезвычайно высокая теплопродукция. Около такого человека жарко. Ну, животным все равно. это нарушение метаболизма такое, что окисление идет сильно. разобщенные люди, разобщители в них самих. И разобщителем является избыток йода, избыток гормона йода. Я просто называю эту поэму о щитовидной релизе, потому что это вульгарная внешняя зависимость от йода, от йода, содержащих гормонов, развитие жизни. Но без некоторого количества молекул с йодом не происходит эмбрионального развития. Не развитие. Кто бы объяснил? Мне бы когда-нибудь, уже никто. Ну, нельзя было что-нибудь, чем можно было. Но если недостаток йода и лучшей моделью этого, любимой многими, а мною любимой модель, является превращение головастиков в лягушек. Еще недели три-четыре и появится лягушачья икра. Не пропустите мимо, возьмите домой, поместите в сосуд с обычной водой, ну, такой, речной, и понаблюдайте за ними. Что такое головастик? Это травоядное животное. Это на прощание. Любимый организм головастик, вот он какой. У нее есть хвост, у нее есть организм сам, у нее есть клюв роговой, клюв, чтобы собирать обросшие водоросли, ну, глаз, конечно, немножко есть, а хвост чтобы плавать. а сам он толстый, головастик, наполнен кишечником, потому что ему нужен колоссальный кишечник для того, чтобы переваривать растительную пищу. Животную пищу есть не может, ферментов нет, и он никогда не превратится в лягушку. Не может, если только не будет йода. Но если вы добавили йод в каких-то в каких-то, мы знаем в каких, и увеличится концентрация этого йода чуть больше, в норме, начнется интенсивный слог метаморфоз, превращение травоядной лягушки в хищницу. лягушки это страшные хищники. Это страшный хищник замечательный тем, я не могу, никогда не мог и никогда не преодолею нарисовать лягушку. Вот она вот такая, у нее есть пасть. Ну, вот, считайте, что я лягушку нарисовал. Ну, четыре лапы, смотрите, сколько всего. У нее есть легкие, здесь у этих нету легких, у них жабы. надо сделать легкие, надо оторвать хвост, надо делать лапы. Наконец, самое важное, надо делать язык, длинный, длинный, длинный язык. Такой, что он может высовываться, ловить мух и затягивать их обратно. И для этого надо в нужный момент капнуть йод. Поэтому, пожалуйста, заведите дома сосуд, особо если у вас маленькие вокруг есть дети, это замечательно. И капните им сюда повыше концентрации йода, чем обычно. И тогда бедные головастики начнут превращаться в лягушек быстрее, чем им полагается. И тогда будут такие лягушки, это просто для любителей, маленькие-маленькие, такие маленькие, что они комара уже съесть не могут. Тогда их надо думать о том, как их, чтобы они с голоду не умерли. Чтобы они могли. Вот это лучшая иллюстрация биохимической регуляции, которую мы все знаем, мы все теперь знаем. Мы знаем, что эта регуляция йод, содержащих гормонов, тероксина, триод, тиранина и так далее, влияет на геном. а какая связь с базалью и болезнью. Скажите, не знаем толком, толком не знаем. Много чего знаем. Мы знаем ужасно много, а понимаем очень мало. И вот это вот и есть настоящая биохимия конца 20-го и 21-го века. Чтобы можно было не просто регулировать интенсивности, а регулировать чтение генома, регуляцию этого чтения, а сопряженно с этим всю остальную биохимию. Вот это вот та часть курса биохимии, которая должна была кончиться в следующем семестре к декабрилу. Я надеюсь, что она у вас так и кончится, но я также думаю, что без меня. Все мои лекции по поводу гормональной регуляции, биосинтеза, фотосинтеза и так далее переданы другим лекторам. А я на этом с вами прощаюсь. Продолжение следует...